Здравствуйте! В эфире служба новостей город и сегодня поговорим о событиях 10 марта в студии Анастасия Орехова. Мировой масштаб, карантин и первые случаи в области. Что еще известно о коронавирусной инфекции? Как правильно поступать горожанам в нестабильной экономической ситуации, расскажет финансовый эксперт в студии Первого городского. Ремонт на железной дороге, изменится расписание пригородных электричек. Будьте внимательны. Обвал цен на нефть и рост курса валют. Чего ждать от мировой экономики? И начнем с самой обсуждаемой темы последнего месяца, минувших выходных и этого дня. Накануне был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом в Калининградской области. Всего на сегодняшний день известно о 115 тысячах заразившихся. Почти 5 тысяч уже погибли. ВОЗ не исключает, что эпидемия коронавируса может перерасти в пандемию мирового масштаба. Подробнее и в первом материале выпуска. Все страны должны разработать комплексную стратегию для борьбы с эпидемией и противостоянием этому смертоносному вирусу. Одной из самых опасных считается обстановка в Италии. На сегодняшний день там зарегистрировано более 9 тысяч заболевших. Большая часть страны закрыта на карантин. Занятия в школах и в университетах были отменены до 3 апреля на данный момент. Сейчас созданы специальные платформы для того, чтобы студенты не теряли уроки, занятия. Преподаватели активно проводят занятия в онлайн формате. Не работают школы, музеи, кинотеатры и другие публичные места. Папа Римский впервые провел проповедь по видеосвязи. Все рейсы в этот регион пока запрещены. В стране введен режим строгой изоляции. У людей настроения совершенно разные. То есть нельзя сказать, что все люди в панике, либо все люди наоборот являются оптимистами. Есть те, которые оптимистически смотрят на ближайшие будущие. Есть те, которые смотрят целыми днями новости и ищут информацию о новых зараженных и так далее. В целом обстановка во всем мире остается напряженной. Ежедневно появляются сообщения о новых случаях заболевания. Самыми зараженными регионами остаются Китай, Италия, Южная Корея и Иран. Жители этих стран закупаются продуктами и всем необходимым, ведь большая часть магазинов закрывается на неопределенный срок. Паники среди китайцев нет, да и не было. И они предпринимают все возможные меры для предотвращения распространения вируса, в числе которых и маски, и измерения температуры. На минувших выходных в нашем регионе был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Женщина вернулась из Италии. В правительстве рассказали о самочувствии калининградки. В ее случае заболевание проходит в крайне легкой форме, практически бессимптомно. Состояние хорошее. Она помещена в карантин, в бокс в одном из лечебных учреждений. В Польше ввели санитарный контроль на всех границах, в том числе и с Калининградской областью. Общественный транспорт теперь регулярно обрабатывают специальным дезинфицирующим средством, а граждан просят ограничить рукопожатие и чаще мыть руки. Симптомы коронавируса точно такие же, как и любого другого инфекционного заболевания. Высокая температура, головная боль и недомогание. Однако, несмотря на вспышку инфекции, Роспотребнадзор призывает население не паниковать, ведь число выживших людей в десятки раз больше количества летальных исходов. Марина Морозова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город». И еще к одной важной теме последних нескольких дней. Утром 9 марта произошел сильнейший однодневный обвал цен на нефть за последние 30 лет. Последний раз такой резкий спад цен был зафиксирован в 1991 году. Теперь цена за один баррель эталона нефти составляет около 38 долларов. Напомним, что первичное снижение цены на 10% началось еще 7 марта. Причиной этого эксперты считают крах договоренностей с ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Что на данный момент известно о ситуации с курсом валют. Расскажем далее. Упал и упал. Легкость все равно не будет. Я понимаю так. У людей доходы все равно не растут. А повышение доллара сказывается еще хуже. Как обычно, раз в два года. Я думаю, товары подорожают. Конечно, ничего хорошего. Эксперты уверены, что падение рубля произошло из-за отказа России вступать в сделку с ОПЕК. Кроме того, Саудовская Аравия снизила официальную цену продажи своей нефти на апрель на всех внешних рынках. Специалисты назвали такой шаг ценовой войной. Речь не идет о девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год. Тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса. Сейчас рубль просто перешел на значение, более соответствующее новым мировым ценам на нефть. Эксперты уверены, что такой скачок отразится на многих отраслях экономики. Так, в ближайшее время ожидается рост цен на фрукты и овощи на 5%, которые поступают в калининградскую розницу по валютным контрактам. Однако уже к лету рост цен должен компенсироваться их снижением за счет поступления на рынок нового урожая. Переоценку мы проводить не будем, то есть повышать цены на ранее поставленные товары. При открытии торгов на московской бирже помимо курса рубля на 10% рухнул и российский рынок акций. В то время как нефтяные котировки снизились аж на 30%. Помимо этого, эксперты считают, что падение рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам России. Резкое снижение цены нефти ведет к падению доходов экспортеров и девальвации рубля. Еще одно очевидное следствие – возобновление роста процентных ставок, а также снижение цен на российские ценные бумаги. Добавим, Центробанк принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней для стабилизации финансовой ситуации. При этом могут быть задействованы дополнительные инструменты. Кроме того, в минувшие выходные Минфинам было принято решение о продаже валюты, чтобы компенсировать потерю от падения цен на нефть. И в связи с этим у нас в студии сегодня финансовый специалист группы Финам, который ответит на популярные вопросы последних нескольких дней о резком росте валюты и неожиданном обвале цен на мировую нефть. Узнаем, чего же ждать россиянам и калининградцам в целом. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле ситуация с валютой была очень предсказуемой. Предсказуемая она была еще с четверга, с заявления Сечина. Если говорить о причинах роста валюты, то это в первую очередь падение на нефть, вызванное тем, что мы вышли из сделки с ОПЕК. Саудовской Аравии выставили своего рода ультиматум о том, что мы будем продолжать наращивать темпы роста производства, добычи нефти. Добычи нефти и производства нефтепродуктов. Если говорить о прогнозах, то на текущий момент наши аналитики считают, что нефть в течение этой недели будет торговаться в диапазоне 35-40 долларов за баррель. Что в свою очередь может привести к тому, что доллар, вернее сказать, рубль несколько укрепится по отношению к доллару до 70 рублей за доллар. И если говорить про евро, то до 80 рублей за евро, соответственно. Конечно, это не идет в сравнении с тем, что было с этими валютами на прошлой неделе. Но это не первые кризисы для нашей страны. В каких сфер коснется такой резкий рост валюты? По большому счету сейчас говорить о том, что начался кризис еще слишком рано. Как минимум об этом можно будет говорить недели через две, через месяц после того, как закроется торговая сессия пятницы, как закроются индексы промышленности, производства, как они будут закрываться в течение этой недели и чем закончится эта неделя. И уже отсюда можно будет сказать, что да, в стране, либо в мире кризис. Но в контексте того, что это начало, это безусловно. И если говорить о том, чем это грозит, в первую очередь повышение цен на доллар. Мы, к сожалению, работаем на импорт. То есть мы закупаем какие-то товары, вынуждены это делать. У других государств покупаем мы их за доллары. То, что касается так называемых нефтедолларов, то, что мы получаем с продажи нефти, естественно, они сократятся за счет того, что цена на нефть обрушилась до 36 долларов за баррель. На текущий момент они торгуются. В целом, если говорить о том, как изменятся цены, здесь вопрос скорее будет по-другому стоять. Покупательная способность денег уменьшится. Может пострадать качество товара, но при этом сохранятся цены. Потому что для того, чтобы выросли цены, необходим спрос на товар. Спроса может не быть ввиду того, что доходы населения останутся теми же самыми. А в некоторых случаях за счет налогов и акциз, которые могут быть введены впоследствии, они могут и сократиться по отношению, опять же, к стоимости товаров. Ну, а вот сегодня уже многие сравнивают то, что происходит, да, ситуацию с 98-м годом. Как вы считаете? Если ситуация не стабилизируется, если на фоне коронавируса его распространение в Европе, в других государствах продолжится, то мы рискуем откатиться на фоне падающей нефти и даже к 91-му году. И здесь стоит отметить тот факт, что ситуация, сложившаяся сейчас на рынке нефти, сложившаяся сейчас на фондовом рынке российском, она может усугубиться за счет процесса, который начался вчера в Гааге по делу малайзийского Боинга, борта MH17, где уже сторона обвинения, именно семьи пострадавших высказываются на тему того, что Россия должна выплатить компенсацию, хотя на текущий момент еще не доказан факт того, что мы там были и виноваты мы. Тем не менее, такие риски возможны. На фоне повышения цен на продукты, которые могут произойти только за счет увеличения стоимости логистических услуг, потому как с падением нефти, за счет того, что нефть стоит сейчас в диапазоне от 35 до 40 долларов за баррель, компенсироваться эти затраты будут, к сожалению, за счет внутреннего потребителя. Вполне прогнозируемо и ожидаемо повышение цен на топливо на горизонте нескольких месяцев. И если говорить о том, как это повлияет на товары, то все то, что будет производиться и распространяться по регионам в последующем, оно уже будет с учетом увеличения затрат на логистику. Денис, интересно, мы и малазийский Боинг вспомнили, и коронавирус, и цены на нефть, и сделку. Для нашего региона как этот скачок валюты отразится? Здесь, наверное, стоит отметить тот факт, что сейчас наверняка многие обратили внимание, количество людей, которые стоят в очереди на обмен валюты, есть такая паника. Каждый раз происходит такое, как только падает доллар, люди идут продавать его, как только он начинает расти, люди идут его покупать. Это самая большая ошибка населения, потому что это напрямую сказывается на благосостоянии их. Они покупают дорогие доллары, либо евро, и продают их в последующем по более дешевой цене. К сожалению, такая практика тоже есть. Как это отразится на населении? Во-первых, мы граничим с Европой, во многом у нас существует и белый импорт, и серый, в том числе, уже не говорим про черный, и закупаются эти товары непосредственно за евро, которые мы покупаем уже более дорогие, чем покупали их на прошлой неделе. Сейчас люди начали активно скупать евро. В свою очередь, это дорогие евро, на которые будет куплен товар в цене, который не изменился абсолютно. Но если он будет перепродаваться на территории Калининградской области, то цена его уже, соответственно, будет коррелироваться с курсом валюты. Хорошо, спасибо, Денис. Конечно, прогнозы неутешительные, но мы будем надеяться, что как-то экономическая ситуация выровняется. И все-таки вы подтвердили наши слова сегодняшние о том, что не нужно поддаваться панике и все-таки бежать обменивать валюту, а пару дней все-таки стоит подождать, пока не будет понятна более стабильная ситуация. Я бы здесь даже добавил, что стоит подождать с какими-либо финансовыми операциями. И если уж так говорить, бежать покупать гречку стоит недели через две. То есть подождать, пока ситуация будет более стабильная, увидеть, куда действительно мы идем, в какую сторону движется экономика, и после этого начинать принимать какие-то активные действия. Все, спасибо вам большое, что вы к нам пришли и поделились экспертами. Благодарю вас. Тем временем меняется расписание электричек на Светлогорск и Зеленоградск. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и будут действовать только два дня – 11 и 12 марта. Поезд Светлогорск-Зеленоградск-Калининград отправится со станции Светлогорск-2 в 14.20 на три минуты раньше, чем обычно. С измененным расписанием электричка проследует по всему маршруту. Время отправления со станции Зеленоградск – 15.12. Прибытие на Южный вокзал – 15.54. Поезд Калининград-Зеленоградск 11 и 12 марта будет отправляться с Южного вокзала в 12.04. Это на четыре минуты позже, чем сейчас. Однако время прибытия на остановку Сосновка и станцию Зеленоградск-Новой не меняется. По измененному расписанию будет следовать поезд Зеленоградск-Калининград в 12.02. Изменится время его прибытия на Северный и Южный вокзалы. Разница с действующим расписанием – 1-2 минуты. И вот что вас ждет после паузы. ДТП и штрафы для пешеходов. Какие ЧП произошли в регионе за минувшие праздничные выходные. Бренд «Как тренд» или «Как стать знаменитым» с помощью Инстаграма «Первый городской» проведет «Первый городской интенсив». Какие хорошие новости радуют горожан после длинных праздничных выходных. Они расскажут сами в нашем эфире. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. В празднике за пьяную езду в регионе был задержан 21 водитель. За сутки инспекторы выявили почти 400 нарушений ПДД. 33 пешехода были оштрафованы. Что еще произошло на дорогах области, узнаем далее в прубрике «Место происшествия». В Славском районе под колесами автомобиля погибла молодая девушка. Вечером она переходила проезжую часть не по пешеходному переходу, в результате чего водитель «Фольксвагена» допустил наезд на девушку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП. На улице Гагарина в аварии столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, происшествие обошлось без жертв. Очередное ДТП из-за пьяного водителя произошло в Балтийске. Мужчина не справился с управлением, и машина врезалась в дорожное ограждение. Водители пассажир получили травмы. В Калининграде на 52-м году жизни скончался мастер спорта России по бодибилдингу Александр Тимошенко. Александр стал известен в стране и за рубежом благодаря масштабной судейской, тренерской и репортерской деятельности в сфере силовых видов спорта. Первый городской выражает соболезнования родным и близким Александра. И к другим темам. 9 марта Калининградская Балтика сыграла первый в этом году выездной матч в Нижнем Новгороде. Игра закончилась со счетом 0-0. За всю игру спортсмены не создали ни одной голевой ситуации. Добавим, что следующий матч пройдет уже в Калининграде 15 марта. Футболисты сыграют с Армавиром. Что еще интересного и важного произошло в праздничные выходные, расскажем далее короткой строкой. Светлогорск вошел в десятку лучших российских курортов для весеннего отдыха в 2020 году. В тройке лидеров Сочи, Ялта и курорты Подмосковья. В топ также попали Байкал, Красная Поляна и курорты Ленобласти. Калининградский экстремал Олег Рязанов едва не погиб в время очередного испытания своего организма на прочность. 8 марта он погрузился в пары жидкого азота и намеревался читать стихи, посвященные женщинам, когда вдруг почувствовал себя плохо. По словам мужчины, вместо брюшной полости был сплошной кусок льда. К счастью, тело удалось разморозить. В Калининграде до 1 августа закрывается сквозное движение транспорта по улице Дачной. Во время реконструкции нельзя будет проехать на участке от дома номер 1 до дома номер 27. Волейболистки Калининградского локомотива в трех партиях обыграли соперницы с Краснодарского Динамо. По сумме двух матчей девушки вышли в полуфинал Российской Суперлиги. Игра состоится 14 марта. Соперником нашей команды станет Твердловская Уралочка. Партнер рубрики «Бизнес новости ООО Венера». А виновниками в обрушении цен на нефть стали Россия и Саудовская Аравия. Все потому, что не смогли найти общий язык. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Зато цены на бензин снизятся в США. Соответственно, до России подобное не дойдет, по мнению специалистов. 137 миллионов рублей на зарплату калининградским медикам. Именно такую сумму выделяет нашей области правительство России. Всего из федерального фонда ОМС было выделено более 18 миллиардов рублей для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 28% калининградских семей в прошлом году смогли купить квартиры в ипотеку. Это на 1% больше, чем годом ранее. В общем, рейтинге российских регионов по доступности ипотеки Калининградская область заняла 51 место. Возглавляет список Ямало-Ненецкий автономный округ, где выплачивать долг по квартире могут позволить себе 71% семей. И новости от наших соседей. Из-за распространения коронавируса у туристического сектора Литвы начались проблемы. Ассоциация гостиниц и ресторанов страны считает, что правительство может помочь рынку, введя налоговые льготы. И к другим новостям. Что сейчас больше всего интересует современное поколение. Какую работу предпочитают? Офисную спокойную гавань или активные рейтинги, лайки и интернет-известность? Развивать личный бренд и пользоваться им как трендом желают многие. Но не каждый сможет это сделать максимально эффективно и быстро. В грядущие выходные 14 и 15 марта первый городской телеканал представит первый городской интенсив. Все подробности далее. Успех приходит к тем, кто над ним усердно и правильно работает. Хочешь стать известным, успешным и востребованным в любой сфере, но не знаешь, как правильно начать продвигать себя? Тогда не упусти возможности и проведи ближайшие выходные продуктивно вместе с первым городским телеканалом. Научить красиво говорить. Для человека есть какое-то мнение, как я хочу красиво говорить. И я хотел бы объяснить, как это делается. Есть три каких-то этапа, которые расскажу на интенсиве. Два дня работы с приглашенными спикерами для того, чтобы модное современное направление стало твоим кредо. Стать лидером мнений поможем. Продвинуть личный бренд, развить свой бизнес в современном мире, в том числе в социальных сетях, подскажем. Вообще человек публичный, человек, который прокачивает свой личный бренд, должен понимать, что он часто будет выступать перед публикой, а еще чаще выступать перед камерой, потому что все равно это взаимодействие со СМИ. Я расскажу, как сделать так, чтобы вас показывали по телевизору, как сделать так, чтобы вы не боялись камеры. Я расскажу о том, каким образом нужно себя позиционировать в СМИ, особенно на телевидении. Это тоже очень важный момент. Интенсив состоится в эти выходные 14 и 15 марта. У вас будет возможность не только послушать опытных спикеров и запомнить теорию, но и попробовать свои силы на практике. Во второй день занятия пройдут в студии Первого городского телеканала в самом сердце нашего города. Количество мест ограничено, поэтому запись обязательно. Все подробности по телефонам, которые вы видите на экране и в социальных сетях Первого городского. Какими позитивными историями с нами поделились в этот вторник горожане, узнаем из нашей постоянной и любимой рубрики «Ваши хорошие новости». Я приехал с работы, купил ванную мебель. С внучкой встречусь. Вот мы гуляем, все со своим знакомым гуляем. Вот, все хорошо, все отлично. С друзьями в баню ходили. День хороший, как говорится, голова не болит. И, как говорится, какие дела хотела сделать. Вроде бы вот пошли удачно. Прекрасно прошел праздник 8 марта. За три дня получили много подарков, поздравлений. Ну, сейчас вот наступили суровые будни. До следующих праздников. Очень хорошо, очень довольны, очень хорошо. Мы везде успели погулять и пообщаться со всеми праздниками. Много погода нам помогла. Учитывая тенденции последних дней и резкий рост курса валют, посмотрим, какой актуальный курс предлагают нам на завтра. Курс и валют на 11 марта. Доллар США 72 рубля 2 копейки. Евро 81 рубль 85 копеек. Польские злоты 18 рублей 99 копеек. Ну, а пока доллар и евро набирают обороты, узнаем, какая погода ожидает калининградцев на короткой рабочей неделе. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Днем плюс 8. Дождь. Ночью плюс 6. Дождь. Спонсор прогноза погоды – медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. В эфире для вас работала Анастасия Орехова. И это все послепраздничные новости, которые мы успели обсудить в студии Первого городского. Всего вам хорошего. Храните деньги в сберегательных кассах. И увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин